Рекорд 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 Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Мария и я сердечно приветствую вас на своем канале и приглашаю вас сердечно во вторую часть нашего грандиозного, замечательного и позитивного конкурса, который называется лучшая готовая работа 2021 года, часть вторая. Сердечно приглашаю вас и хочу сказать и поблагодарить вас от всей души, от всего сердца за ваше активное участие, за вашу поддержку. Друзья, я надеюсь, что у вас такое же классное настроение, как и у меня. Давайте я вам сначала расскажу немножко, что будет в этой части. В этой части я предложу, представлю вам, значит, вторую часть моего гардероба, которая была связана в 2021 году, то есть мои готовые работы, и вы должны также проголосовать за вам больше понравив... Ну, та работа, которая вам больше понравилась. Вы проголосуйте, я распишу все по номерам, чтобы вам было легче сориентироваться, и вы должны выбрать из нее лучшую. И я уже буду подсчитывать и смотреть на ваше голосование, и, конечно, самую лучшую из моих работ, из первой части и из второй части, из этих двух работ, одна из них пойдет в финал, друзья. Так что вам будет нелегко. Я бы не хотела быть на вашем месте, конечно, потому что становится все тяжелее и тяжелее, да, все-таки в итоге нужно выбрать всего одну работу, друзья. Но я не буду много заговаривать, зная, что какой конкурс проводится без призов, подарков. Наши замечательные призы уже для вас приготовлены, и я вам их сейчас покажу. Значит, призы идут от нас, девочек, 10 блогеров. На всех блогеров стоят внизу в инфобоксе ссылочки. Вы можете пройти и посмотреть каждый канал, и познакомиться, кто еще не знаком, друзья. Также призы были предоставлены спонсорами. Это магазины пряжи. Я сейчас возьму шпаргалку и перечислю вам, какие спонсоры, значит, участвуют в этом конкурсе. Спонсоров магазинов пряжи. Это магазин про клубочки, магазин Amazing Wool, магазин Yarn 21, магазин подарков птички-бабочки и магазин итальянской бобиной пряжи Мир Пряжи. Друзья, эти спонсоры предоставили свои призы для вас, поэтому проходите по ссылочкам. Возможно, и вы познакомитесь с этими магазинами и найдете для себя что-то полезное. Я в этом уверена. На этом хочу перейти к самой интересной части сейчас, друзья, и познакомить вас со своими вязаными изделиями. Хочу еще сказать, пожалуйста, те комментарии, на которые я не смогла ответить или просто ставлю сердечки, воспринимите их как огромную благодарность. Сердечки поставлены действительно от сердца и комментарии прочитаны, друзья. Огромная масса комментариев, конкурс грандиозный, большой. Мы, девчонки, уже и общаемся, и рассказываем, и обсуждаем, и говорим. Ну, очень интересно. И мы надеемся, что на этой же волне позитивной продлится до конца конкурса. Ну, вот это вот настроение, да, вот эта позитивная волна. Сегодня, друзья, я хочу вам представить еще несколько изделий, которые будут, которые, одно из них вам придется выбрать. Выбирать будете вы, не я. Я вам представлю их на обзор, как и в первой части, а вы поможете мне выбрать, какое изделие пойдет на соревнование, можно сказать. Да, с предыдущей, первой части, лидирует изделие Нежная Роза. Спасибо огромное, друзья, еще раз за ваши комплименты, комментарии. На втором месте стоит платье Мексиканка. На третьем месте Дива. И на четвертом месте, четвертое место занимает ТОП Клеопатра. Огромное вам спасибо. Теперь я вам предоставлю к вашему обзору еще четыре изделия. У меня изделий не так много, друзья. Я вот пока что, что есть, я этим довольна и делюсь. Так, друзья, ну, как вы уже увидели, первое изделие, да, которое сразу на мне, это одето на мне, специально одела, чтобы вам сразу презентировать. Это ТОП, летний ТОП, который я назвала Сахара. Вязала из хлопка и люрекса. Ализе Белла, всем известная хлопковая пряжа от фирмы Ализе, да. И здесь такой стальной серый цвет. И миксовала я его с люрексом. Вся информация о пряже и об этом процессе у меня есть в моих влоговых видео. Там прям видно, если вы пройдете по каналу ТОП Сахара или продвижение процесса, вы увидите. Я рассказываю об этом изделии, друзья. Вдохновилась на это изделие из журнала. И взяла оттуда узор и идею. В общем, друзья, не буду много болтать. Покажу вам, как это изделие сидит на мне. Вставлю сейчас фотографии, короткое видео. Пожалуйста, смотрите. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Давайте приступим к изделию номер два. Изделие номер два – это мужской джемпер или свитер. Я вязала его своему сыну. Вот, собственно, это изделие, друзья. Белый цвет, да. Белый цвет не так уж хорошо передается сейчас на камеру. Нам известно, что белая, черная пряжа, но немножко красная тяжело передает фактуру. И, ну, не видно, да, так прям. Тем более я сейчас сижу в освещении искусственном. Не так уж хорошо видно. Поэтому вставлю вам после этого фотографии, как этот джемпер сидит на моем сыне. Джемпер я вязала летом. И мой сын сказал, мама, я хочу белый джемпер. Вот. Я долго думала, ну, что бы связать. Мои дети не любят вязаные изделия, поэтому я им мало вяжу. Очень редко. Но вот как-то было так. С сыном разговаривалось. И у него такая фаза была. Он все одевал белые. Белые худи, белые спортивки. И все белое. Я говорю, давай тебе джемпер свяжу. Он, мама, только белый. Я говорю, о, белый цвет. Это же марки. Там тем более вязаное изделие. Его надо часто стирать. Он один раз оденет и уже в стирку можно бросать. Ну, вот так, друзья. Решила я связать из пряжи Alize Cotton Gold Plus. И на этот джемпер у меня есть общий обзор мастер-класс. Уже даже некоторые зрители связали. И я видела фотографии. Кстати, у кого есть фотографии по моим изделиям, друзья, буду очень рада, если вы мне будете их присылать в Instagram, в Директ. Чтобы я могла с зрителями делиться. Да, буду очень благодарна. Так, ну что, друзья. Всю информацию по этому изделию вы найдете в мастер-классе и в моих влогах. А сейчас я вам ставлю фотографии и покажу вам, как это изделие смотрится на моем сыне. Да, что сказать. Коротко скажу, что это изделие обшивное. Вязалось снизу вверх. Узор очень простой. На узор у меня отдельный есть мастер-класс. И на это изделие меня вдохновил свитер, который был уже у нас, у моего мужа. Мы его покупали в магазине Сара. И я как бы повторила эту модель. Немножко изменила. Горловина под горлышко. И вот такое выполнение. Да, вот посмотрите на рукава манжеты. Как аккуратно и красиво и модно выполнен ролик. И такая же обработка на горловине здесь идёт. Вот. Пожалуйста. Это изделие номер два. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну что, приступаем к изделию номер три. И этого изделия у меня, к сожалению, нет. Потому что я его вязала для своей племянницы. И оно уже у неё. Я сейчас вам также вставлю фотографии. И вы посмотрите и полюбуйтесь. Так, что хочу сказать об изделии номер три. Это комплект на девочку, которому я дала название леди. Друзья, ну почему дала леди? Потому что моя племянница выглядела в нём, как настоящая маленькая леди. Я вязала это изделие из стопроцентного хлопка. Называется буклета от фирмы Воля Рёбель. И пряжу мне подарила также Алена Апель. Очень, очень ей благодарна. Если немножко пофантазировать и подумать, как и что цвет пряжи или фактуру, как её применить, то можно всегда найти какую-нибудь идею. В общем, я связала этот комплект своей племяннице. Она выбрала цвет. Я ей предложила. Я говорю, хочешь из таких цветов? Она сказала, да. И, в общем, она очень с радостью носит мои изделия. Я ей очень много вязала и до сих пор вяжу. Этот комплект она одела в первый день школы на линейку. У нас была, ну, школа, да. Вот эти каникулы закончились летние. 14 сентября был первый школьный день. И она одела его в школу, чему я была очень-очень рада. Ну, и все папа, и мама её, и, ну, в общем, мои родные, кто увидел этот комплект, они были просто в восторге. Сейчас представлю вам фотографии. Пожалуйста, посмотрите. И ещё хочу сказать, что на топик... Нет, на юбочку у меня имеется мастер-класс, так как были запросы. Но на топик я уже не делала, друзья, мастер-класса. Там очень-очень простое вшивное изделие. Это спинка перед и рукава фонарики. Рукав-фонарик я брала также мастер-класс у одной вязальщицы на ютубе. У меня есть ссылочка на этот мастер-класс. То есть на её мастер-класс рукав-фонарик. Ну, а теперь полюбуйтесь фотографиями и проголосуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, давайте приступим к четвёртому изделию номер 4. И это также изделие для меня. Я вязала крючком кофту или свитер на круглой кокетке сверху вниз. Круглая кокетка. И это была моя первая работа крючком. То есть первая работа с круглой кокеткой крючком. Да ещё и узор плетёнка. В общем, друзья, я намучилась конкретно с этим изделием. Кто следит за моим каналом, знают, что у меня была проблема и перевязок с круглой кокеткой. Но в итоге я добила этот процесс до конца, чему я очень рада. И провела кое-какой опыт, конечно, для себя. Было много перевязок. Потом с рукавами я ещё не знала определиться, как будет рукав-фонарик или прямой, или облегающий. И в итоге вязание пошло так само по себе. И да, рукава я... Давайте вам покажу немножко. Вот так вот выглядит изделие. Вязала я его крючком. Вот, посмотрите. Это мой осенний рыжик. Вязала я его крючком, да, друзья. И вот такие вот у меня здесь рукава. Я вам, конечно, ещё вставлю фотографии. Вы поближе увидите эту модель. В общем, получилась модель такая в стиле боху. Ну и, конечно, смотря как комбинируешь изделие, да, можно подчеркнуть стиль. Я её могу одеть и с джинсами, и с кожаной юбкой. И, ну, в общем, с любым можно очень хорошо комбинировать это изделие. Вязала я её из стопроцентного хлопка. Покупала хлопковую пряжу у нас в местном магазине. Вся информация по этому изделию, друзья. Каким крючком и сколько весит изделие. Какие у меня были трудности, как я вышла из положения и так далее. Всё содержится в моём, в общем обзоре на это изделие. Так что, друзья, вот это изделие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Друзья, чуть бы не забыла с вами поделиться. Очень надеялась, что я довяжу свой процесс, который хотела включить в этот конкурс, но не успела. Но, немножечко заглянув наперёд, скажу своим зрителям, что в будущем буду представлять вам или обсуждать так же скоро уже законченную работу. И, как вы видите, у меня тоже она уже мелькала на канале. Это мой процесс. Посмотрите на вот эту вот красоту, которая сейчас вяжется у меня. И всю информацию по этому процессу я ещё вам оставлю, поделюсь. И, к сожалению, это изделие не стало участником нашего конкурса. Но ничего, год ещё не закончен. Я надеюсь, что это изделие будет с законченной работой 2021 года, готовой работой в декабре. На это я очень надеюсь, друзья, и до следующего включения будут очень интересные вязальные влоги. Друзья, теперь хочу вас попросить, поголосуйте, подумайте, просмотрите видео внимательно и проголосуйте за одно изделие. Буду очень рада вашим комментариям. Ещё раз хочу сказать огромное-огромное спасибо за ваши позитивные комментарии, за эту позитивную волну, которая сейчас проходит по всему вязальному ютубу. Это очень приятно нам, также влогерам, очень приятно. И мы все очень рады уже встретиться в третьей части нашего конкурса. И она будет очень интересной, поверьте. Мы ожидаем каждый приготовить что-то интересное для вас, друзья. Поэтому наблюдайте за нашим видео. Попрошу вас также пойти к моим подругам, проголосовать за их лучшее изделие. Ну и в итоге вам будет становиться ещё тяжелее и тяжелее, потому что в итоге вам нужно выбрать всего одну работу. Представляете, из всех девочек одну работу. Я не хочу быть на вашем месте, друзья. Мне многие уже написали, Мария, ну вы нас озадачили. Вот это да. Я представляю, что это нелегко. Но это интересно, друзья. Это позитивно, это классно. Поэтому я очень надеюсь, что мы встретимся ещё в третьей части. И на этом хочу пожелать вам всего хорошего, творческого вдохновения, позитива. Оставайтесь здоровыми и до следующего включения. Всем пока-пока.